Привет всем, с вами Ирокез и на тестовых серверах игры PlayerUnknown's Battlegrounds вышло обновление, которое содержит в себе только исправление багов, но баги действительно важные, которые нужно было исправить, ну, уже давным-давно и которые уже многим успели надоесть. Единственное, что неприятно, что это только на тестовом сервере, когда это будет на основе, пока неизвестно, но надеемся, что максимально скоро, потому что тот же самый, например, баг с аирдропом уже давным-давно всех терроризируют и все хотят его исправления. Но давайте полный список. Исправлена ошибка, из-за которой камера проходила сквозь двери при перемещении камеры в определенных ситуациях. Там, да, действительно был такой баг, можно было даже чекать за стены от первого лица, как будто бы от третьего. Исправлена ошибка, при которой звуковые сигналы автомобиля продолжали звучать после выхода из автомобиля при зажатой левой кнопке мыши. Не знаю, не тестил такого, но, видимо, было действительно. Исправлена проблема, при которой противник отображался садящимся, встающим в определенных ситуациях. Исправлена проблема со скином Сковорода Правосудия. Это тот самый скин с PGI, который стоит невероятно много, которая препятствовала полной смене данного скина. Исправлена проблема, когда в определенных ситуациях анимация открытия-закрытия двери не воспроизводилась. Когда другой игрок взаимодействовал с дверью, тоже распространенная ошибка. Исправлена проблема, при которой зеленая кровь была более заметной, чем красная. Если вы играли и обузили зеленую кровь, то все. Теперь она также станет такой тусклой, как это раньше делали. И синий, и только вот фиолетовую никак не меняли. Исправлена проблема с повторным подключением к игре при нахождении в автомобиле, которое удаляло игрока из автомобиля. При повторном подключении модель игрока появлялась обрезанной внутри автомобиля. Ничего не понял, но окей, исправили, спасибо. Исправлена проблема, при которой аирдропы иногда приземлялись за пределами игровой области в воде. Вот это самое важное. Очень большое количество игроков жаловались на эту ошибку, на такой баг. И, наконец-таки, это исправлено. Ждем только переноса на основные сервера. Исправлена проблема, которая иногда приводила к тому, что аирдропы падали с самолета наклонно или перевернутыми. И исправлена ошибка, из-за которой на экране лобби возникали черные полосы при определенных настройках пропорций. Это тоже появилось в последнем обновлении. Ну и должны, наконец-таки, пофиксить, когда люди говорили, что у них вроде разрешение выставлено абсолютно такое же, как и обычно, но появляются из ниоткуда черные полосы. Теперь этого не должно быть. Ну и, конечно же, PUBG Corp не были бы сами собой, если бы еще с обновой не выпустили очередные скины. И здесь скин всего лишь один. Это вот такой вот ящик Ryan the Lion. Это скин одного из стримеров, который содержит в себе скин на парашют, который вы можете сейчас видеть у себя на экране. И вот такую толстовку. Стоит данный сундук 13 долларов. На мой взгляд, многовато. Но сами решайте, хотите ли вы его себе приобретать или нет. Это дело абсолютно каждого. Ну, парашют довольно-таки забавный. Кто-то на стриме мне сказал, что он с рисунком как из памперса. Ну, а почему бы нет, не знаю. Мне лично нравится. Также разработчики совершенно не коснулись багов касательно механики парашютирования. Например, есть такой довольно-таки распространенный баг, когда вы выпрыгиваете из самолета, и у вас направление движения идет не одинаково с компасом. В общем, вас крутит непонятно из-за чего. Но разработчики ранее отвечали на этот вопрос следующим сообщением. Мы не игнорируем эти проблемы, но вместо этого мы уже давно работаем над обновлением механики парашютирования, вследствие чего эта проблема исчезнет сама по себе. В зависимости от того, насколько удачно пройдут наши внутренние тесты, новая механика, будем надеяться, будет добавлена в игру уже в ближайшем будущем. То есть уже очень скоро нам ее анонсируют уже очень давно, если честно, эту новую механику парашютирования. Но, видимо, осталось совсем-совсем немного. Разработчики нас прям уверили в ближайших сроках ее изменения. И напоминаю, что в сентябре данного года комьюнити менеджер заявил, что ждать выхода обещанного нововведения осталось совсем-совсем недолго. Так что ждем новой механики парашютирования. Ну и надеемся, что в ней будет багов и лагов меньше, чем в нынешней. Ну хотя бы немножко, потому что попкор вполне вероятно могут сделать как бы новую, но которая будет еще хуже, чем старая. Но надеюсь, этого не будет. Это все-таки шутка. Ну а на этом все. Если видео вам понравилось, вы можете поставить лайк и подписаться на канал. Напишите в комментариях, насколько часто вы сталкиваетесь с вышеописанными багами и насколько сильно ждете их реализации и их исправления на основных серверах. Ну и как вы сильно ждете ту самую новую механику парашютирования, которая пока еще является призрачной и никаких подробностей о ней неизвестно. Ну и до новых встреч! А следующее видео уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok